По сообщениям Туркестан Таймс, газета Синьцзянь опубликовала заявление Министерства образования при Комитете Коммунистической партии Вурумчи о том, что число интернатов для детей, которые по сути являются центрами по китаизации, достигло 7778. Только за прошлый год было построено 4408 учреждений, в которых постоянно несет службу 92200 человек. Помимо этого, 59400 сотрудников работают посменно. В этих учреждениях содержится сотни тысяч детей, чьи родители были отправлены в лагеря политического перевоспитания. Депутат от партии ИИ Халил Урал поставил на повестку дня в турецком парламенте вопрос разрушения исторических мечетей Восточного Туркестана китайскими властями, сообщения о которых стали поступать в последнее время. В частности, речь шла о мечети Кирия, построенной в 1237 году. В настоящий момент этой мечети нет на снимках из космоса и картах поисковиков. Более того, имеются десятки видеороликов, на которых запечатлены моменты сноса мечетей в Восточном Туркестане и других регионах Китая. В городе Конья и Караман прошли конференции, посвященные Восточному Туркестану. Приглашенный на конференцию секретарь Организации просвещения и солидарности Абдуляхат Абдурахман осветил нынешнее положение Восточного Туркестана. С другой стороны, на мероприятии, организованном Обществом социологов при Университете Газиантеп, наряду с трагедией Восточного Туркестана, присутствовавших ознакомились с языком, культурой, искусством и литературой уйгуров. Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что стабильность и безопасность корейского полуострова зависит от позиции США. По сообщениям информационного агентства Северной Кореи, лидер страны подчеркнул, что готов к переговорам с США по ядерному вопросу. На этой неделе Ким Чен Ын посетил Россию, где встретился с Владимиром Путиным. Президент США Дональд Трамп заявил о выходе из Международного соглашения о торговле оружием. Данное соглашение было ратифицировано ООН в 1993 году с целью контроля рынка оружия. Документ подписали 67 государств. СМИ Шри-Ланки, ссылаясь на Министерство внутренних дел страны, сообщило о том, что в городе Калмуней провинции Ампара произошло еще три взрыва. Для обеспечения порядка в регионе объявлен комендантский час. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова